Доброе утро, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас и в новой рабочей неделе, и в новом времени года, лето и утренний телеканал Ростовской области. Рад приветствовать всех. Алексей Киселевский по-прежнему, Алина Малинина. Солнце, море, лето, пляж. Но, увы, нам нужно... Это не про нас. Да, нам нужно на работу, это совершенно не про нас, а про кого-то другого. Мы рады, что лето настало. Ура, я счастлив. Да, и мы рады, что настала вместе с летом и новая рабочая неделя. Все-таки, несмотря на то, что выходные пролетели действительно очень быстро, но впереди нас ждет много чего интересного, и, естественно, информация тоже очень важная и интересная нас ждет прямо сейчас. Дело в том, что, оказывается, Алексей у нас есть в городе парк Осенний. Представляешь? Да, и его будут благоустраивать. Это хотели сделать еще в прошлом году, но так, кажется... Но что-то остановило, да? Да, что-то пошло не так, и вот в этом году его точно благоустроят. Почти 87 миллионов рублей планируют потратить на благоустройство парка Осенний. Конкурсная документация уже размещена на сайте госзакупок. Деньги выделят сразу из трех бюджетов. Из федерального, областного и городского. Тут что сделают? Оборудуют качели, детский городок Альпы, спортивную площадку, канатную дорожку, скейт-парк и площадку для выгула собак. Появится даже фонтан. Ну и, конечно, озеленение парка тоже произойдет. Каштаны, клены, рябина, слива, можжевельник и барбарис можно будет там попробовать. Какой интересный набор. Да, работы нужно будет закончить до конца ноября этого года. И, представляешь, уже в этом году мы обзаведемся новым классным парком под названием Осенний. Это точно. Но пока его будут благоустраивать, на Самбекских высотах в Ростовской области вовсю готовятся к проведению международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Укладку железобетонных плит военные инженеры выполняют с помощью специального дорожного грейдера и автокранов. Напомню, что этот форум пройдет с 28 по 30 июня. Как я уже сказал, на мемориале Самбекские высоты. Там будет показана сверхсовременное вооружение и боевая техника. В том числе среди них есть зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1», самолеты Су-30М2, Су-25СМ3 и вертолеты К-52 «Аллигатор». Но, кроме того, гвоздем программы станет исполнение танкового вальса восьмью экипажами танков Т-72Б3, а также ставший традиционным показ летающего танка. Танцы танков – это феноменально, удивительно, восхитительно и невообразимо. Так же, как и то, что футбольный клуб «Чайка» получил лицензию, которая позволит команде в следующем сезоне выступать в футбольной национальной лиге. Это вот без пяти минут один шаг к самому крутому футбольному событию в нашей жизни. Я могу сказать, что… Представь, что есть у нас футбольный клуб «Чайка». Мало кто о нем слышал. Он вообще… Ты знаешь, откуда? Он начинался из Печенокопского. Да, из Печенокопского района. Команда ранее заняла первое место в зоне юг, первенство ПФЛ, и забывала право играть в следующем сезоне. Ну и вообще, я могу сказать, что ребята молодцы. Они пробились, они добились, и мы теперь будем болеть за них. Переживать. Переживать, вот так вот ручки, кулачки держать. И надеюсь, что, кстати, скоро они появятся у нас тут в студии. Тоже очень бы хотелось. Обязательно. Ну, чем ни повод сейчас отправиться на зарядку. Доброе утро! Чтобы поддерживать крепость духа, нужно каждый день поддерживать крепость тела. Правда ведь, Сенсей? Конечно! Доброе утро! А для этого, доброе утро, нам нужна сильная и гибкая спина. Начнем? Начнем. Садимся на ролл. Ноги ставим под тупым углом. Да? Близко к себе, не приближайте. Садимся на седалищные кости. Вытягиваем руки перед собой чуть ниже плеч. И сейчас мы будем медленно скатываться с вами с седалищных костей вниз, округляя поясничный отдел совсем чуть-чуть, очень аккуратно. Ролл под нами двигается. Немножко округлили. И начиная снизу вверх, выпрямляем спину, поясницу, грудной отдел и голову. Как будто прижимаетесь к невидимой стене сзади. Еще раз. На выдохе плавно округляем таз, как будто хотите отодвинуть таз от бедер. Перед вами такой большой-большой надутый мяч. И вы снова начинаете выталкивать себя наверх. Чувствуете, как напрягаются мышцы центра, мышцы пресса? Работает хорошо поясница, вытягивается очень аккуратно, совсем чуть-чуть. Делаем таких 8-10 повторений. Второе упражнение. Округляя поясницу. Называется сиспайн. Округляем. Это будет исходное положение. Вытягиваем руки перед собой чуть ниже плеч. Через кончики мизинчика вытягиваемся. И делаем глубокий вдох через нос на 5 счетов. Вдох. Раз, два, три, четыре, пять. И выдох через рот. Раз, два, три, четыре, пять. Выдыхаем. Снова вдох. Интенсивно работаем руками от плеча до кончиков пальцев. Оставляя наш корпус неподвижный. Мышцы лица расслаблены. Улыбка на лице. Вытяжение через макушку. И таких делаем 100 повторений. На счет 5. Раз, два, три, четыре, пять. Вдох. И выдох. На счет раз, два, три, четыре, пять. Завершаем. Называется упражнение «Сотня». Итак, третье упражнение. Косые мышцы живота. Баланс и координация вашего тела. И вытяжение нашего позвоночника. Садимся ровно на коврик, лицом к зеркалу. А ваш ролл кладем по диагонали. И ладонь на ролле сверху. Начинаем с того, что мы начинаем слегка катить ролл в стороны. Разгибаем ноги в коленях. И вес тела переносим на левую ягодицу. И вытягиваем правую руку вверх. Плечо лопатка вниз. Глубокий вдох. И на выдохе плавно сгибаем колени. Возвращаемся в исходное положение. Таких делаем 8 повторений. На левую сторону повторяем все с правой стороны. Всем доброе утро! Прекрасная физическая форма позволяет творить в самых разных направлениях. Особенно в живописи. Вот, например, в центре города. Накачал руки. В центре города, значит, ростовские стены украсил довольно необычный рисунок. Это все происходило в районе центральной городской больницы. Яркая картина появилась прямо на стене. И об этом на своей странице в социальной сети рассказала одна из жительниц нашего города, Татьяна Гордина. Вот такая роспись появилась на стене электроподстанции центральной городской больницы. Картина не окончена. И прямо сейчас художник работает и творит. Об этом написала она несколько часов назад. Уточнило, что посмотреть рисунок можно на пересечении Симашко и улицы Текучевы. Но, как оказалось, многим знакома и сама, и сам художник, и его работы. И вот об этом свидетельствует один из комментариев к этой фотографии. Олег Калич, весь город говорит про вашу работу. Олег, мы вас поздравляем с тем, что вас узнают. Ну, на самом деле, да, мы заочно, наверное, с Олегом знакомы. Все-таки фигура известная в Ростове. Но, мне кажется, картина прекрасная, дело удивительное. И... Почему бы не позвать его... Обязательно пригласим в гости Олега. Смотрите, тем более, тем более, смотри, какая у нас пара гостей. У нас уже есть футбольный клуб «Чайка» из Песченоковска. У нас есть художник. У нас замечательный выпуск будет скоро. А следующих гостей мы звать не будем, надеюсь. Все-таки, потому что пусть они, знаете, остаются там, где есть. Кто же это? Да. Дело в том, что касается этот вопрос крыс. О, как. Ну, да, их мы точно не позвать. Они придут сами. Их мы точно звать не будем. Да, эти гости приходят сами. Так вот, они пришли в один из дворов в центре Ростова. Там они и поселились. На хвостатых соседей начали жаловаться в социальных сетях жильцы дома по улице Красноармейская, 38. Все говорят в шоке. Наша управляющая компания не знает, что делать с крысами. У кого-нибудь есть успешный опыт борьбы с крысами во дворе? Написала одна из местных жительниц. Я могу сказать, что у меня есть пару, конечно, предложений вам. Но вот и граждане активно комментируют. Мусор нужно убирать, котов завести. Кошек прогнали из подвалов. Теперь наслаждайтесь крысами. Вызвать какую-нибудь службу, которая травит мышей. Собаку завести тоже предложили. Как вариант, но почему нет? Хороший способ. Или перекормить крыс. Просто закормить их. Ну, в любом случае, я, конечно, считаю, что все-таки мы забыли ту историю, что кошки спасали всегда наши подвалы от наличия крыс. Да, друзья, это такой нюанс, который, к сожалению, многие позабыли и закрыли подвалы для того, чтобы кошки там не жили. Но вы либо с кошками, либо с крысами. Вам уж решать. Да. Ну и обязательно вознаградите своего домашнего питомца, кошку, собаку, если она поймала крысу, вкуснейшими хинкали. Прямо сейчас у нас на завтраке. Сегодня на завтрак мы приготовим хинкали. Мясо помойте и зачистите от прожилок. Нарежьте небольшими кусочками и пропустите через мясорубку. Таким же образом измельчите очищенный чеснок и лук. Мелко нарежьте кинзу. Все соедините, приправьте фарш солью и специями и хорошенько перемешайте. В несколько приемов введите в фарш теплую воду. Накройте емкость фаршем пищевой пленкой. Сделайте на поверхности пленки несколько проколов, чтобы мясо дышало. Просейте горкой муку и сделайте в центре углубления. Влейте в углубление холодную воду и добавьте соль. Тщательно вымесите очень крутое тесто. Оно должно быть эластичным и тугим. Добавьте растительное масло и еще раз вынесите тесто. В общем итоге вымешивать нужно не менее 15-25 минут. Оберните тесто пищевой пленкой и уберите в холодильник на полчаса. Разделите тесто на равные части. Каждую часть раскатайте в тонкую лепешку диаметром 11-12 см. Аккуратно выложите в центр лепешки немного фарша. Защипните края теста, собирая их гармошкой. Кончик хвостика обрежьте. Вес начинки должен быть приблизительно равен весу теста. Примерно 40 грамм теста на 40 граммов фарша из расчета на одну штуку. Количество складочек при лепке хинкали минимальное 14, максимальное 19. Вскипятите большое количество воды и подсолите. Несколько раз размешайте воду с помощью лопатки, создавая таким образом воронку. Опустите небольшое количество хинкали в кастрюлю и варите, пока они не всплывут. Затем полейте хинкали ледяной водой, чтобы они не слиплись в процессе варки. Осторожно перемешайте и готовьте еще 3-4 минуты. Подавайте горячими, приправив черным молотым перцем. Вкусный, сытный завтрак. Предполагает, что неделя начнется продуктивно и вообще ожидается такой запал, задор в ближайшее время и в нашей программе в том числе. Потому что, естественно, школьная пора закончилась. Возникает вопрос, а куда же девать детей, которые... Которые теперь каждый день будут сидеть дома. Да, которые теперь каждый день будут находиться дома, без нашего присмотра. Естественно, каждый задается, наверное, вопросом о дополнительном образовании для детей. Да, для таких вот детских центров, которые существуют. И мы сегодня об этом как раз-таки поговорим. С нашими гостями у нас будут основатели сети детских центров дополнительного образования. Надежда Александровна Сухаренко и Анна Александровна Заикина. Вместе с ними придут еще... Вместе с ними, да, придет еще директор второго в нашем городе детского центра дополнительного образования Наталья Кигиян. И придет она не одна, а вместе с одной из учениц этого центра по имени Алена. И узнаем у них вообще, что за центры, хватает ли их в нашем городе, в нашей регионе и области. И самое главное, чему там учат. Не знаю, учились ли в детских центрах наши еще одни гости сегодня, но выучились они прекрасно. Потому что своим прекрасным голосом, вокалом поразили сердца слушателей. И выиграли даже один очень интересный конкурс. Это еще с какой композиции. Да. У нас сегодня в гостях будет лауреат проекта «Голос Сальск. Дети» Ксения Четвертакова со своей наставницей Анастасией Андросовой. Да. И также будет руководитель проекта «Голос Сальск» Вадим Борисенко. Мы обязательно узнаем у него, как состоялся, собственно, весь сезон этого проекта. Узнаем о том, готовится ли второй сезон. Вадим нам за кадром, когда мы готовились к программе, сообщил, что заявок на второй сезон уже много. И спросим у него обязательно об этом. Ну, а пока что, я думаю, что можно перейти на нашу любимую рубрику «Это день в истории». Узнаем, чем запомнилось 3 июня в истории в разные годы. 3 июня 1882 года родился Митрофан Греков, донской художник, основоположник советской батальной живописи. Большая часть творческой жизни художника прошла на Дону. Основная часть его художественного наследия хранится в центральных музеях страны. Его имя присвоено Одесскому и Ростовскому художественным училищам. В Новочеркасске открыт дом-музей Митрофана Грекова. 3 июня 1892 года считается официальным днем рождения футбольного клуба «Ливерпуль». Сегодня это самый титулованный и успешный футбольный клуб за всю историю британского футбола. Он становился чемпионом Англии 18 раз, 7 раз завоевывал Кубок Англии и также является 15-кратным победителем Суперкубка Англии. В общей сложности Ливерпуль выигрывал Еврокубки 11 раз. Яркое летнее утро на телеканале Дон-24 продолжается, и мы рады встречать в нашей студии дорогих гостей. Прекрасных, удивительных леди Надежда Александровна Суховенко, а также Анна Александровна Заикина, основатель сети детских центров дополнительного образования. Доброе утро. Также мы приветствуем в нашей студии Наталью Кегиян, директора 2-го Ростове детского центра дополнительного образования. Наталья, доброе утро. И одна из учениц центра Алена. Алена, доброе утро. Здравствуйте. Ну что ж, самое время поговорить о дополнительном образовании, о досуге, потому что школа закончилась. Все, 3 июня на календаре можно считать, что дети многие сказали, фух, уроки делать не нужно. Но родители-то так не считают, потому что понятное дело, что будет какой-то летний отпуск, отдых, но детям же нужно чем-то заниматься. И вот у нас появились такие центры дополнительного образования и досуга. Вы, насколько я знаю, основали уже сеть детских центров. Сколько в сети центров? Где они располагаются? Я знаю, что не только, в разных регионах даже. Да, совершенно верно. Ну что ж, мы работаем уже 9 лет. 9 лет успешной работы. Детский центр Family Name, это дополнительное образование детей и подростков. Работаем с года до 17 лет. У нас большой спектр. И, собственно говоря, у нас 3 центра в Краснодаре. Затем мы пошли, скажем так, ближе к Черному морю. Это Сочи, Абер. Ну и уже сейчас это 2 центра в Ростове. А почему вообще у вас появилась идея? Да, занять такой сегмент, доп. образование. 9 лет назад. Тогда, в принципе, ничего не предвещало. Вы знаете, да, ничего не предвещало. Но мы сейчас можем говорить о том, что мы с Анной родные сёстры. И к тому же мы педагоги в четвёртом поколении. Ух ты! Всё династия педагогов. Это 27 человек. Да. А сразу смотри, как удобно. Ты понимаешь, ты там открыл... А что там делать всей семьёй? Кто-то рестораны открывает, кто-то пельмешки. Кто-то булочные, да, кто-то центры дополнительного образования для деток. А ты что умеешь? А я язык преподаю, а я литературу. А давай-ка школу соорудим. Летнюю такую для лет... Да, ну с молоком матери, видимо, это уже было в нас вложено. И мы почувствовали эти силы. Мы видели, как бабушка строила школу, мама. И мы поняли, что у нас есть определённая миссия. И мы должны это сделать. Слушайте, ну вот тогда на рынке, да, когда вы открывали, вообще вас как воспринимали? Вам страшно было заниматься таким вот... Ну, по-моему, страха не было у нас, да? Да, только хотела сказать, страха не было никакого. И, наверное, это именно потому, что у нас такой очень крепкий фундамент. Именно поэтому мы просто взяли, открыли двери 1 августа 2010 года. И уже 27 ноября 2010 года у нас был первый огромный лайв-проект. Мы арендовали огромный Екатерининский зал в Краснодаре. И 100 детей выступало на сцене под, по-моему, тогда 12 направлением. Сейчас у нас 36. И родители были в зале, полный зал с овациями. И получали удовольствие. А вообще, вот если мы говорим о дополнительном образовании сейчас, в школах достаточно большая, ну, обширная программа. Ну, понятно, есть обязательные, но есть вот эти дополнительные, да, какие-то предметы, уроки. А что сейчас вообще детям нужно? Как понять, что нужно ребёнку, чтобы, ну, его вот дополнительное вот это вот образование сработало? Собственно говоря, мы и пытаемся раскрыть таланты и внутренний потенциал ребёнка, да? Потому что как понять, что пригодится ребёнку в жизни, да? Вот ещё 9 лет назад, когда, собственно говоря, Алёна была маленьким ребёнком, мы стали понимать, что мы хотим в неё вложить и попробовать её в иностранных языках, и чтобы она занималась живописью, игре на гитаре, и как вот это вот всё совместить, да? И вот была эта идея открытия, потому что мы понимаем, что мы не успеем за всем, да? Вот. Это вот как бы одна из мыслей. Пытаться тестировать ребёнка в разных направлениях, да? Дать ему возможность попробовать себя в музыке, да? Прослушать его, дать ему попробовать в живописи, какую технику, в какой технике он будет лучше всего разбираться, масло, гуашь, акварель, пастель, да? На каком иностранном языке он заговорит и заговорит ли он вообще, да? Поэтому дать ему попробовать. 36 направлений, есть возможности попробовать ребёнка, ну а потом они уже с мамой и с папой сядут и начнут. И куда же в итоге, Алёна? Какие направления выбрала Алёна? Передайте, пожалуйста, микрофон ей. Алёнушка, ну-ка, расскажи, пожалуйста. Как тебе училось-то в детском центре? Я просто в восторге, потому что это самое чудесное, что произошло в моей жизни. Я с 7 лет занимаюсь там каждый день по 4-5 направлений, вот. И я изучаю 4 национальных языка, это английский, немецкий, китайский и французский. Занимаюсь живописью и гирей на гитаре. Закончила два курса бизнес-школы. Занимаюсь эстрадным вокалом и ещё многое другое. Слушай, сейчас... Подожди, я просто... У меня пальцы заканчиваются там на руках, загибать. Ты на ногах начни загибать. Там наверняка вот ты, Алёну... Алёна наверняка это умеет, там научили, а ты не знаю даже. Алёна, ну хорошо, а как там у нас? На китайском, на французском? Алексей французский может поддержать. Нет, я, к сожалению, поддержать не смогу. Китайский только? Разно как и на китайском, да. Алёна, ну вообще, как тебе эти языки? Почему именно они? Ну, допустим, с английским я его изучаю ещё с начала школы. У меня мама педагога немецкого и английского языкового. А немецкий не пошёл? И немецкий тоже я изучаю. Посмотри, полигон. Всё пошло. Полигон. Всё пошло. Какой полигон. Всё пошло. Всё пошло. Китайский изучаю где-то три года. Мне он очень нравится. Это совсем неординарный язык. Ну давай, ладно, скажи, на китайском пожелай Ростову, всем ростовчанам доброго утра. Ни хао. Хэй хао. Вот так. Вот всё очень неплохо. Надо записать. Просто, да, вот так. Прекрасно. Всё очень, да, я так долго говорила, она просто двумя словами. А на французском? Да, я вот изучаю французский и могу вам исполнить одну песню. О, как. Мы только за. Так, ну-ка давай, отрывочек какой-нибудь. Так, можно... А, можно сидеть, хорошо? Можно сидя, можно стоять. Хорошо. Песня эта «Зас», называется «Живе», «Я хочу». Так. Что же он ходит? Могу? Сидать? Конечно, конечно. Алена, попросите, пожалуйста, сейчас за вами стоит человек, чтобы занесли круассаны, пожалуйста, французскую звуку. Хорошо, спасибо. И Мэтт празднует. Тем более у нас сейчас доброе утро. Да. Ну и Наталья, к вам хочется обратиться. У нас что, в Ростове была нехватка детских центов дополнительного образования? Почему вы решили тоже заняться этим вопросом? Как вот с точки зрения анализа рынка это всё видно? Причина довольно-таки тривиальная. Я столкнулась с тем, что некуда было отдать своих детей для дополнительного образования. В нашем городе направление либо от малышей до 7 лет, то есть подготовка к школе, и всё, выпускаются, и дети в школу. Либо уже начинается подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, то есть вот какие-то пробелы. И не было возможности ходить в один центр, чтобы можно было и одного оставить, и второго ребёнка. Вот для меня это было настолько актуально, что я решила, что нужно с этим что-то делать. Нужно предоставлять эту возможность другим мамам не бегать по 5-6 кружкам секциям. Особенно это очень актуально для мам, у кого трое детей. У них, допустим, подросток 15-летний, школьник, начальная школа, и маленький ребёнок. И вот очень удобно, когда можно ходить по одному адресу. Слушайте, хорошо. Всегда вопрос становится в другом. Качество этого образования дополнительного. Потому что в школе мы все знаем, что есть министерство образования, которое отвечает за это, и так далее, и тому подобное. Худо-бедно, но как-то все мы выучились, все мы умеем говорить, писать, читать, на работу устраиваться. Дополнительное образование. Как вообще происходит отбор людей, которые там обучают? Это вот люди с образованием. Потому что каждую маму наверняка сейчас этот вопрос очень и очень волнует. Давайте я попробую ответить на этот вопрос, потому что вы совершенно правильно затронули эту тему. 80% успеха нашего детского центра Family Name заключается в том, что мы правильно работаем с подбором персонала, и наша команда высокопрофессиональна. Мы себе ставим очень высокую планку, и мы выработали за 9 лет определенный подход к системе найма. В наших центрах педагоги только с высшим образованием. По каждому направлению свой педагог. И он занимается только своим делом, не распыляясь на рисую, пою, читаю и все это. То есть преподаватель английского не будет заниматься рисованием, и преподаванием, и историей, да? И ставить сценку для выпускного. Совершенно верно, да. То есть мы уходим от многозадачности, и каждый педагог... Опыт работы, да? Конечно, и каждый педагог занимается абсолютно своим делом. Плюс, конечно же, Надежда правильно говорит о том, что опыт работы, он залог успеха. И у нас есть такая золотая фраза для детских центров, что у нас традиционное обучение с инновациями, со всеми современными технологиями и методиками. Слушайте, ну вот сейчас тут вообще в топе, в тренде, все вот это робототехника. Да, кстати, у нас очень много было гостей в студии. Мы очень часто встречаемся, кружки есть вот такие вот узкие. Это модное направление, это все здорово, но как же без классики? Как же без точных наук, да? Как же без математики? А ОГЭГ? Вот сейчас один в один, как мы классный руководитель говорили в школе, знаете? Как же без точных наук, как же без математики, без физики? Куда? Тебе это пригодится на телеканале Дон 24. Да, нам всем давать ОГЭ и ЕГЭ, да? И у нас должны быть высокие результаты. И вот наши педагоги, имея огромный опыт уже обучать детей, у нас высокие баллы, 93-96 баллов, да? То есть для детей, которые сдают? Конечно. Наталья, а когда в Ростове у нас ситуация с педагогами, кстати, как обстоит? Вообще сложно было найти этих людей? Вы знаете, по некоторым направлениям, таким как живопись, у нас был шквал желающих и кандидатов. Ну, видимо, это связано с тем, что у нас грековское училище, архитектурная академия, вот школа, вот эта 35-я, тоже с направленностью художественной. Ну, человек по 10, по 20 приходило. Ну, нам это очень, конечно, на руку, мы могли выбирать. А, да, а есть какие-то провальные направления, где прямо вот тяжело? Где прямо сложно было найти. Может быть, сейчас нас смотрят и думают, ага, мне нужно там вот в этом направлении добиться. С логопедом некоторые трудности возникли. Видимо, настолько узкая специальность, да, то есть не так, как живопись, либо в Ростове у нас нет образования. Не то, что они провальные, это действительно сложная стезя, да, но нам же нужно качество, понимаете. Где нужно найти специалиста, да, найти? Нам нужен специалист, который действительно поможет ребенку, который не просто поставит звуки, а дальше займется автоматизацией звуков, понимаете. Поэтому, да, это сложное направление. Еще хочу один вопрос задать, очень многих волнует. Дело в том, что в наших школах и, наверное, в дополнительном образовании сейчас как-то вот так обходит вопрос психологического состояния детей. Зачастую их набивают вот этими всеми кружками, их время очень и очень много затрат. Психологи работают в ваших центрах? Есть такое направление? Безусловно, да, это в комплексном направлении. У нас есть та же сказка терапии, у нас есть индивидуальные консультации психолога, да. То есть этому тоже уделяется внимание? Безусловно, но вы знаете… Я вот хочу сказать, что да, внимание этому уделяется, конечно, но очень многие мамочки, которые к нам приходят и выбирают спектр направлений, когда мы предлагаем им 3-4 направления посещать, у многих есть такая фраза – нет, мы не можем, мы же лишим ребенка отецства. Но на самом деле это немножко о другом, потому что все направления, которые у нас есть, они в игровой форме, и дети не чувствуют какой-то усталости, они в хорошей атмосфере приятные, они приходят как буквально к себе домой, они расслаблены, и у них нет этого груза ответственности, да, что нам нужно получать оценку. Мы желаем успехов вам, вашим центрам, и, конечно, побольше благодарных родителей, благодарных детей. Конечно, да, и, конечно, больше занятых детей, талантливых, развитых, которые будут своими счастливыми улыбками озарять наше утро. И у нас сегодня в гостях были… Были основатели сети детских центров дополнительного образования Надежда Александровна Сухаренко и Анна Александровна Заикина. А также директор второго в Ростове детского центра дополнительного образования Наталья Кегиян и одна из учениц этого центра Алена. Друзья, наше утро продолжается, оставайтесь вместе с нами. Каждое свое утро нужно начинать со стакана чистой воды. Дончанка, пить надо больше. Да, Леша так и делает. Каждое утро прям невозможно оторвать его от бутылки. По часам. Все как часы. Как часы. Но самое главное, чтобы, знаешь ли, на здоровье, как говорится. Спасибо. Да, потому что впереди у нас много чего интересного. Нас с тобой ожидает. Тебе еще нужно успеть поучаствовать в разных мероприятиях. Вот где уже ты точно не сможешь принять участие, так это в военно-спортивной игре «Рубеж-2019». К сожалению, она закончилась. Да, заключительный этап городской игры состоялся у нас в Ростове. И в ходе этого самого этапа были подведены итоги проведения игры и награждены победителя. Напомню, что в соревнованиях принимали участие команды юно-армейцев, общеобразовательных организаций, а также впервые в игре «Рубеж-2019» приняли участие команда студентов вузов и среднеспециальных учебных заведений, которые состязались на знание отечественной истории в армейской выучке, в физической подготовке. Организаторами игр выступили отдел по делам молодежи, управление образования нашего города, при поддержке, конечно, городского совета ветеранов. Ну, естественно, всем победителям были вручены кубки и грамоты от организационного комитета этих игр. Но, что самое интересное, итоги соревнований были определены следующим образом. Среди общеобразовательных организаций первое место, мы поздравляем, это школа номер 16 Первомайского района, на второе место школа номер 10, также Первомайского района, ну, а третье место заняла команда лицея номер 11, это Пролетарский район. Слушай, ну вот мне даже очень интересно, как это все происходило. Мне кажется, что вот такие игры, ну, они, во-первых, открывают что-то новое для горожан. Обязательно, обязательно. Они знакомят с новым видом досуга и в то же время обучают школьников и студентов чему-то новому. И, естественно, когда ты принимаешь участие в таких мероприятиях, ты погружаешься непосредственно сам в какие-то исторические события. Ну, вот еще один вид развлекательно-познавательного мероприятия. Да, и сразу и учишься, и себя, скажем так, занимаешь чем-то. Да. Ну, пока ребята покоряли военные рубежи, кто-то за ним покорял рубежи вполне себе земные и занимался тем, что расчищал балку чадр. Четыре кубических метра ила вывезли из этой балки за четыре недели уборки. На берегах притока Тимирняка планируют обустроить парковую зону для жителей микрорайона Суворовский. А что самое интересное, знаешь, что когда сняли слой и несколько слоев ила, там обнаружили родники. Представляешь? Да. И увеличилась площадь водного зеркала. Балка наполнилась водой. Также, кстати, в балке по сей день продолжают убирать лишнюю растительность и выкашивают камыш. И, возможно, в будущем это место станет одним из самых любимых местом отдыха ростовчан. Около 50% запланированных работ уже выполнено. Ну, а завершить полностью расчистку балки чадр планируют уже до конца этого лета, до конца августа. И, кроме того, решается вопрос о начале очистки второго пруда в каскаде из трех озер, которые расположены на территории будущего парка чадр. Вообще, все, что связано с рекой Тимирник, с ее очисткой, мы обязательно за этим следим. У нас было много гостей, связанных с этой темой. Да, мы выезжали даже на некоторые места своими глазами посмотреть, что и как. Поэтому этот вопрос мы держим на контроле. Ну, а наша программа «Наше утро» продолжается. Лето на дворе становится жаркой. Самое время вспомнить современную поговорку «Жара наступила. Делай гелевый маникюр дома». Об этом на следующий сюжет. Общий ухоженный вид невозможен без опрятного маникюра. В бешеном ритме современного мира каждая из нас ищет способ быстро получить красивый и длительный результат, что вполне оправдывает популярность гель-лаков. В сегодняшнем ролике мы расскажем вам, как сделать гелевый маникюр салонного уровня, который продержится до двух недель. Но для того, чтобы его сделать, вам не понадобится ультрафиолетовая лампа. Удивлены? Но и это еще не все. Чтобы снять этот гель-лак, вам не придется его отмачивать или подпиливать, заворачивать в фольгу. Чтобы подробно разобраться с новой технологией, мы пригласили эксперта, который все подробно продемонстрирует на нашей модели. Все, что нам понадобится, это система Miracle Gel, цветное покрытие и новое улучшенное верхнее покрытие гель, немного времени и вдохновения. Также в процессе я поделюсь с вами секретами, которые помогут вам идеально накрасить ногтевые пластины. Мы будем использовать винный оттенок, он очень актуальный в этом сезоне, номер 480. А разве не нужно заносить специальную базу под цветное покрытие? Нет, вам понадобится только цветное покрытие и верхнее покрытие гель. Без него данная система не работает. Для того, чтобы лак выглядел на ногтях более аккуратно, мы изначально наносим его, отступая от кутикулы, на 3-4 мм. А потом уже обводим. А сколько сохнет Miracle Gel? Всего мы наносим 2 слоя цветного покрытия. Каждый сохнет по 5 минут. Финальное покрытие может сохнуть до 15 минут. Как его правильно снимать? Miracle Gel снимается, как обычный лак, с помощью жидкости для снятия лака. Долгое отмачивание и спиливание не нужно. Верхнее покрытие содержит фотоинициатор, который отвердевает при дневном свете. Поэтому с каждым днем маникюр становится более стойким и держится до 2 недель. Именно поэтому гель находится в непрозрачной баночке. И хранить его надо вдали от прямых солнечных лучей. Вообще, естественно, руки всегда должны быть в порядке. Особенно у девушек. Но и у молодых людей тоже. Потому что никогда не знаешь, что тебя ждет впереди. А вдруг какой-нибудь международный конкурс, международная арена так раз и на голову свалилась. А у тебя маникюр не сделан. А у тебя маникюр не сделан. Гелевый, понимаете. Алексей, займитесь этим вопросом в самое ближайшее время. Потому что вдруг вам придется общаться с нашими новыми звездами Ростова. Дело в том, что ростовские студенты представят Россию на международной студенческой весне. Вот такие новости летом прилетели к нам, понимаешь. Трое студентов экономического факультета Южного федерального университета примут участие в международном фестивале «Студенческая весна» стран БРИКС и ШОС. Конкурс состоится с 4 по 9 июня в Ставрополь. То есть уже завтра стартует. Совсем скоро. Студенты ЮФУ выступят на фестивале в составе российской делегации. Кто эти люди? Я хочу назвать их имена. Это Сергей Гаврилюков, Арен Анисян и Владислав Милконян. Это единственные среди студентов Ростовской области ребята, которые прошли отбор на международную студвесну. Ростовские студенты покажут на фестивале номер клоунаду «Юэндай». До этого трио из ЮФУ выступало на региональном, кстати, этапе российской студвесны. И веселая клоунада вместе с элементами танцев и акробатики очень сильно полюбилась зрителям не только Ростовской области, но и всей России. А знаешь, я тебе хочу сказать, вот сколько я слышу словосочетание «студенческая весна», у меня всегда обида. Я ни разу не участвовал в студенческой весне в университете. И уже не поучаствуешь. И, к сожалению, уже не поучаствую. Ну и вот, какими эмоциями поделился участник, собственно, кто будет представлять нас на трио, Арен Анисян. Он сказал, когда мы узнали, что нашу заявку приняли, мы были шокированы, не уверены, что студенты ЮФУ или даже Ростова когда-либо выступали на международной студвесне. Это очень высокий уровень, и постараемся выступить достойно. Международная студенческая весна в этом году принимает участников не только из стран БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, но и также на ней выступят студенты из Австрии и Грузии. Молодцы, ребята, мы очень гордимся им. Действительно, это прорыв. Мы будем держать кулачки в течение всей этой недели. 9 июня, напомню, подведем итоги какие-то, да, уже будем знать результаты. Финал состоится в Ставрополе, ну и мы тоже будем готовить номер клоунаду. Ты и я, Лёша. Номер клоунаду? Ну, это ладно. Знаешь, я тебе хочу сказать, что надо бы их тоже пригласить в гости. Давай подумаем об этом, пока будем смотреть мультипликационный фильм «Машины страшилки». Продолжаем встречать лето вместе с утренним телеканалом Ростовской области. И не успели мы подвести итоги «Голос дети», как у нас подоспели итоги нашего регионального конкурса «Голос Сальский». Мы рады приветствовать в нашей студии. Ксения Четвертакова, лауреат проекта «Голос Сальск». Ксения, давай, поклапаем. Ксюша, доброе утро. Ксюша, доброе утро. Я так понимаю, что ты со своим наставником Анастасией Андросовой приехала, правильно? Анастасия, доброе утро. Доброе утро, Анастасия. Ну и мы также рады приветствовать в нашей студии руководителя проекта «Голос Сальск», Вадима Борисенко. Вадим, доброе утро. Доброе утро. Доброе, прекрасное, восхитительное утро. Мы говорили о том, что проект стартовал, и вот теперь 22. мая подвели итог расскажите пожалуйста ну как это было ну наверно пусть расскажет анастасия так анастасия давайте волнительно волнительно сколько детей у вас вот как вы наставником или сколько еще наставников было вместе еще еще один человек двое вас было сколько детей у вас было под крылом под двумя крыльями 8 8 детей у каждого да по 8 детей 8 ничего было 13 всего было 13 а в финале финал вышли только 4 эти четверо уже соревновались между собой пели вначале сольные партии а потом выступали вместе с наставниками вот так на 100 мне так всегда было интересно вот как же наставник выбирает песни вообще вот работает с детьми как вы помните первое знакомство вот с ксюшей например да конечно со всеми с ними помню первые дни знакомства конечно они меня боялись я и это всегда так бывает просто это из-за переживаний из-за эмоций конечно ну потихоньку притирались друг другу присматривались прислушивались а сколько у вас подготовительный момент с момента знакомства до финального да да вот сколько времени начали мы осенью и закончили вот детский проект 16 ноября завершили вот 22 марта но очень много очень много времени прошел очень вы наверное почти год учебный почти весь учебный год мы занимались собственно это классно это прям такой вот такой учебный процесс длительный а кстати школа не мешала ксюш давай в микрофончик скажи школа тебе не мешала принимать участие в проекте нет не мешало это хорошо но ксюша кто с тобой соревновался в финале кто эти дети кто эти люди ты их знала да знаю как их зовут валерия лызенко колесникова ксения и дарья чабанная давайте так девчонкам всем привет до передать передает так хорошо и одни девчонки были в финале получается да ты с какой песней финак вот кто тебе песню финальную подбирал анастасия наставник да а какая что это за песня была ария звезды что за ария звезды из рок-оперы из оперы рок-оперы как называется рок-опера звезда и смерть звезда и смерть звезда и смерть почти ну почти угадала какие интересные произведения вы выбираете анастасия почему такой выбор ну во первых эта песня для меня много значит в принципе потому что мне когда-то эту песню дал мой наставник и я решила что в финале ксюша должна спеть именно ее так но не прогадали а у меня вопрос перед финалом же были еще какие-то этапы вадим конечно исполнялись еще какие-то песни естественно да расскажите что за песни вот например ксюша какие-то песни за за время проекта исполнила на сцене ну в первый раз я исполнила музыка в облаках ты сама выбирала эту песню это на отборочном этапе было петь не вообще я из школы пришла из школы придаем музыкальный нет не из музыкальной простой а ты просто поет петь любишь как у тебя вот этот почему ты решила поучаствовать в конкурсе вокальном ну просто захотелось захотелось не обучаешься нигде специально то есть тебя обучаясь обучаясь где музыкальной школе а так хорошо по какому клашу ты же по какому классу вокал вокал ох ты молодец какая вокал сколько лет ты там уже учишься ну я уже ну сейчас выпускница ого ничего себе и когда выпускной ну он уже был порадовала всех выпускников этой школы своим прекрасным вокалом так хорошо первая песня у нас была как музыка в облаках музыка в облаках дальше что потом была песня сольный свой сольника уже и не вспомнить снежинка из кинофильма чародеи я обожаю это прекрасный слушай какая классная вообще мне кажется на тему только недавно показывала так хорошо дальше чтобы потом мама богородицы лазарева светлана и ну ария звезды победная победная песня ария звезды а вот звезда и сидит у нас здесь Вадим напомните пожалуйста по правилам конкурса финал победителя определяла только жюри или же каким-то образом участвовали Финал был у нас мы пригласили жюри у нас согласилась любезно согласилась заслуженная артистка России Надежда Карапетян приезжала к нам вот приезжал солист Государственного музыкального театра Павел Белоусов вот и была еще девушка которая тоже занималась вокалом но она помощник депутата законодательного собрания она со всех сторон смотрела да так то есть она и как как зритель который не понимает ну не много понимает скажем так в вокале ну да ну и вот они втроем были жюри которые определили голос в Сальск дети и ею стала Ксения Четвертакова а что дальше вот у нас есть звезда у нее есть ария даже мы обязательно ее услышим сегодня а что дальше мы ни одного ребенка не бросаем все дети будут принимать участие в наших мероприятиях мы будем увозить их будем приглашать их для пения опять же для выступления открытия второго сезона который откроется уже осенью вот у нас уже в планах второй сезон да но у нас он расширяется расширяется потому что есть заявки уже из Песчанокопского района из Целинского района из Неклиновского района вот география расширяется и у нас будет уже открытый как бы не внутри района а будет уже открытый голос как интересно слушайте а вот так же хотите да вот то есть чтобы в течение всего учебного года все это будет происходить конечно конечно чтобы было полное погружение они то все быстро сели встали пройдет пройдет я тебе хочу сказать какое-то незначительное время и Вадим приедет к нам в студию и скажет а мы открываем голос Сальск 60 плюс голос Сальск взрослым кстати нам не говорили 60 плюс нас просили 50 плюс а 50 плюс там просто 60 еще 5 лет ждать давайте 50 плюс откроем мы умеем петь ну я думаю что у проекта тем более уже такие перспективы так он интересен тем более столько заявок уже на следующий сезон естественно я хочу сейчас прямо сейчас предложить эту скромную сцену но она очень скромная да эту скромную сцену но возможность во всей ростовской области представить себя Ксения прошу на сцену давай петь мы просим музыку в студию и это Ксения Четвертакова звезды это ночь и одиночество добрая надежда и укор для одних нежданное пророчество для других пустой небесный ссор ты исчезнешь а мое сияние в новые глаза перетечет звезды это вечное свидание с теми кто ушел и кто придет я твоя свобода я твоя звезда на устах горячих чистая вода что бы ни случилось позови меня я с тобой буду и средь бела дня я твоя я твоя удача я судьба твоя все что ты успеешь в жизни это я это я я я тебе сияю из-за серых туч не теряй из виду мой певучий луч я тебе сияю из-за серых луч не теряй из-за виду мой певучий луч я твоя свобода я твоя звезда на устах горячих чистая вода я с тобой рядом где меня и нет не теряй из виду мой жемчужный свет браво слушай браво присаживайся Ксения Четвертакова лауреат проекта голос сальск дети с композицией ария звезды из рок-оперы рыбникова звезда и смерть Хоакина Мурьетты спасибо большое Ксюша за такое прекрасное исполнение спасибо за то что ты зажгла свою звезду на небосводе ростовской области это уже как минимум первый шажочек я думаю что впереди у тебя очень много шагов в области вот вокала в области продвижения ростовской области да и мы конечно желаем успеха в проекту голос сальск мы ждем с нетерпением второй сезон и я напомню у нас сегодня в гостях был руководитель проекта голос сальск Вадим Борисенко а также лауреат проекта голос сальск дети Ксения Четвертакова и ее наставник Анастасия Андросова спасибо вам огромное спасибо большое за то что приехали сальска всем привет все пойте и будьте счастливы будьте в голосе пусть голос будет у вас а мы вернемся через несколько минут спонсор показа клиника академика Ройтберга я елена ваш проводник в мир современных медицинских технологий знаний о собственном теле и здоровом образе жизни современная аппаратная диагностика позволяет определить наличие опухоли в организме размером даже в несколько миллиметров но только использование аппарата позитронно-эмиссионной томографии вместе с компьютерной томографией ПЭТ-КТ позволяет видеть клетки опухоли размером менее миллиметра ПЭТ-КТ сочетает два принципа диагностики первый позитронно-эмиссионная томография в организм человека вводятся изотопы различных элементов ядерный распад позволяет выявить опухолевые клетки второй принцип КТ компьютерная томография в ее основе рентгеновское излучение КТ уточняет локализацию опухолевых клеток первым совместил два вида обследования ПЭТ и КТ онкохирург из Женевского университета Руди Эгелий в начале 90-х сегодня установки с таким принципом действия используются во всех современных диагностических центрах мира ПЭТ-КТ-сканер позволяет видеть не просто внутренние органы, но и их метаболизм то есть как проходит обмен веществ в конкретном органе вот мы видим изображение 3D позитронно-эмиссионного томографа ПЭТ-части вот видим у нас почки вот печень вот в печени достаточно крупное метаболически активное образование на фьюжн-изображении мы это образование тоже можем видеть метод основан на различии уровня обмена веществ в разных тканях быстрее обменные процессы протекают в локачественных новообразованиях мы оцениваем и структуру, то есть анатолическую структуру, и метаболизм, то есть функцию то есть насколько ткань активно использует глюкозу чем в ткани активнее глюкоза используется, тем она ярче на ПЭТ-изображении на этих снимках заметно образование в легких у человека центральный рак нижней доли левого легкого но при этом у него есть также и воспалительные изменения это последствия лучевой терапии то есть у него по сути есть и пневмония и опухоль в рамках исследования, которое проходит сейчас видно образование и метастазы в других органах они выделены ярким пятном на снимке здесь видим, патологического накопления нету вот уже печень началась и в печени достаточно крупный метастаз метаболически активный спускаемся ниже, вот видим почки физиологическое накопление радиоформ препарата в них спускаемся ниже, еще ниже, вот область малого таза точность интерпретации снимков во многом зависит от опыта и квалификации врача но у опухоли есть определенные особенности то, что все-таки она будет область накопления в виде очага с четкими контурами а у воспалительного процесса контуры будут размытые сегодня в частные клиники приходят пациенты по направлению из государственных медицинских учреждений пациенты, которые в системе ОМС приходят в основном либо с установленным диагнозом гистологическим либо бывает приходят, когда подозревают у них злокачественные заболевания но у них при этом в руках есть выписка врачебной комиссии о том, что найдены изменения другими методами диагностики услуга бесплатна в рамках государственных гарантий будьте в курсе новых технологий и тенденций в медицине я вам все расскажу Лето на дворе, дети дома, о ужас! Что может быть? Родители на работе на самом деле, конечно, летний период для многих семей является таким периодом испытаний потому что хочется детям чтобы детей погуляли и насланились отдыхом и как-то провели с пользой досуг ну и вот этим вопросом также озадачились в нашей администрации о подготовке к проведению летней детской оздоровительной кампании 2019 организации досуга юных ростовчан на период каникул говорили в администрации города на заседании городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о том, как планируется организовать досуг юных ростовчан рассказывали разные люди и я могу сказать, что представители департаментов в общем, общий объем финансовых средств которые предусмотрены на оздоровительную кампанию в 2019 году составляет почти 300 миллионов рублей в период оздоровительной кампании 2019 года охват всеми формами отдыха и оздоровления составит не менее 95% детей то есть почти 94,5 тысячи детей в летний период чуть меньше многие разъедутся просто да, ну а для тех же кто не планирует покидать город органами образования планируется охватить отдыхом в течение каникулярного времени этого года более 75 тысяч детей чуть больше 16 тысяч смогут отдохнуть в лагере с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений но, помимо всего прочего не менее трех тысяч школьников отправятся на отдых в профильные смены а более 480 детей сирот и отдаренных детей из малообеспеченных семей отдохнут по бесплатным путевкам в оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях ростовской области ну, кстати о занятости юных подростков тоже будем говорить дело в том, что создаются условия для занятости подростков вот я, например, подрабатывала когда училась в школе я работала помощником воспитателя в детском оздоровительном лагере как раз таки а я никуда не ходил я просто был дома играл в футбол вечером пил воду ел свежую клубнику и пил чай с малиновым вареньем да уж как интересно прошло твое детство вот так ну, а самое главное что, Алексей? ну, самое главное что у тебя тогда не было телеканала до 24 а теперь у меня есть и никакая студ весна никакие отпуски мне не грозят а самое главное о чем не стоит забывать летом это про грамотность и про русский язык тем более сегодня понедельник а значит наступило время для рубрики чисто по-русски Недавно развешивала вещи в шкафу и вдруг поймала себя на мысли а на что я вешаю? на вешалку? на плечики? или тремпель? давайте разбираться правильными и допустимыми в современном русском языке являются слова вешалка и плечики в зависимости от региона чаще встречается тот или иной вариант рубашка висит на вешалке в шкафу пиджак повесили на плечики а теперь разберемся с последним словом в этом смысловом ряду тремпель тремпель непризнанное название этого предмета быта которое произошло от фамилии немецкого фабриканта тремпеля выпускавшего одежду на плечиках с подписью тремпель производство располагалось в Харькове еще до революции поэтому слово получило широкое распространение в Харьковской, Сумской и Белогородской областях и в прилегающих регионах на текущий момент слово отсутствует в словарях русского языка и его не следует использовать в официальной речи и письме сколько интересного и неизведанного в русском языке учите его а сколько неизведанных событий которые происходят в нашем регионе и не пересчесть ну вот например в Алгодонске прошел четвертый международный турнир по плаванию среди детей с ограниченными возможностями здоровья на призы ростовской атомной станции ну бессменным организатором этого уникального соревнования выступила специализированная школа интерната восхождения и ее директор Татьяна Белоусова ну кстати этот турнир очень важен он показывает что дети с ограниченными возможностями достигают безграничных побед и высот кстати турнир расширил свою географию в этом году присоединились дети из Калмыкии всего в этом году приняли участие в турнире 120 детей плавание это кстати один из тех видов спорта который идеально подходит для реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательной системы и собственно воспитанники школы интерната восхождения не раз уже становились победителями и призерами соревнований всероссийского уровня в копилке образовательного учреждения свыше тысячи медалей ну конечно соревнования прошли накануне Дня защиты детей которые мы отметили 1 июня вот мы сегодня говорили о том что стартовала летняя оздоровительная программа мне кажется очень важно ее построить именно таким образом чтобы она охватывала всех детей с абсолютно разными возможностями я абсолютно с тобой согласна тем более что лето это действительно период плавания очень хочется в жаркую погоду отправиться на какой-нибудь водоем и хорошенечко там провести время позагорать поплавать и вообще повеселиться а кстати по поводу поплавать то мы надеемся что все уважаемые зрители приняли участие в дне безопасности на воде который проходил в конце мая все получили инструктаж как нужно себя вести в случае необходимости оказания кому-либо помощи если кто-то вдруг увидели начинает тонуть да и Алексей готов уже прямо сейчас я так понимаю показать на мне мой спасательный круг уже находится здесь я в любой момент готов его достать я думаю что обо всем и не только и не только можно узнать не только на телеканале Дон 24 но и в нашем инстаграме напомни пожалуйста утро нижнее подчеркивание Дон 24 ну и не забывайте конечно про наш номер телефона куда вы можете отправлять свои приветы пожелания поздравления либо в голосовой форме либо в тексте может быть в видео формате 8 999 484 63 думали я забыл 23 нет я не забыл нет как можно забыть наш любимый телефон но в любом случае день начинается вместе с телеканалом Дон 24 в хорошем настроении заряжаемся бодростью духа и планами на ближайший понедельник одежда ведущим предоставлена фирменным салоном авторских платьев Ольги Гринюк